приветствую всех сегодня воскресенье это значит что то завтра понедельник что завтра начинается новая торговая неделя и это свежий выпуск пульс рынка сегодня мы разбираем что нас ждет на предстоящей торговой неделе с 21 по 25 июня приготовились на все поехали тогда использовать мы с вами будем статью пульс рынка прямая ссылка на нее есть в описании к этому виде ролику и вот там вот вот в правом верхнем углу обязательно посмотрите выглядит она вот таким образом здесь сосредоточены все важные события на предстоящей неделе и что самое важное все это кликабельным то есть вы можете нажать на есть на кнопочку на ссылочку и вас перенесет непосредственно на первоисточник и вот например можно сделать это на примере народного обзора да по понедельникам мы с вами проводим народный обзор на этом youtube канале в 9 часов 30 минут старт народный обзор это прямая трансляция где мы с вами в течение 60 минут разбираем те торговые инструменты которые вы попросите следите за анонсами в телеграм-канале ссылка на телеграм-канал в описании здесь на экране вы тоже видите в общем интересно интерактивное мероприятие ну и больше таки все и запланированных ничего нету базовая кредитная ставка национальном банке китая это все что есть 430 по москве и нлмк дивидендная отсечка 7 рублей 71 копейка вторник стоит отметить что пройдет экспирация нефтяных фьючерсов на бирже семьи речь идет про фьючерсы на нефт марки wtm сами будем переходить на новый фьюч важное что это 2100 по московскому времени причем тут со звездочкой я бы обратил внимание то есть время может немножечко сдвинуться из-за разницы в своих поясах но там ожидается выступление джома паула перед избранным подкомитетом по кризису с коронавирусом в палате представители сша напомню что федеральная резервная система сша вообще несет ответ именно перед конгрессом верхней нижней палаты и целая гора там всяких комитетов но вот очередной подкомитет будет задавать вопросы джерому паулу как он там борется с коронакризисом мы это все знаем прекрасно да как он там борется с коронакризисом баланс ширится баланс растет но тем не менее обращаю ваше внимание на то что это все тоже кликабельным то есть нажав сюда вас перенесет непосредственно на календарь федеральной резервной системы сша полезная штуковина кстати говоря здесь можно нажать на кнопочку watch live и посмотреть как действительно джером паула даваться перед палаты представителя но сейчас то сделать не получится потому что там какая-то какой-то косяк со стороны администратора видать не доплачивает поехали дальше что у нас среди важного еще во вторник это недельный запас сырой нефти по данным api но так себе хотя кстати они очень позитивно последнее время публикуются и внеочередное общее собрание акционеров в фос агро среда 23 июня протокол заседания по кредитно-денежной политики в банке японии здесь мало что интересно потому что это фактически констатация тех фактов что были приняты ранее последнее время банк японии вообще ничего нового для финансового рынка не предпринимает так что волатильность здесь но все равно что не знаете что ждать когда рак на горе свистнет наверное запас сырой нефти от минэнерго сша посмотрим почитаем в последний раз они увеличили до 11 и 11 миллионов 200 тысяч баррелей в сутки добывали чуть они там расщедрились но и неплохо у них там спрос на бензин как минимум был мтс проведет годовое общее собрание акционеров поле золото тоже день инвестора обратите внимание нажали перенеслось непосредственно на сайт поле золота и вы можете принять участие там вне инвестора но и дивидендные отсечки магнит и газпром нефть четверг 24 июня заседание генерального совета европейского центрального банка тоже внимательно надо будет последить за тем что она себя представляет честно говоря особых новостей я оттуда не жду но все равно мало ли чего вообще в рпс концентральном банке все стабильным все стабильно плохо то есть инфляция сильно не разгоняется есть планы повысить программу количественного смягчения программу куи но пока они только там обсуждаются к третьему кварталу может быть они что-нибудь там разродятся поэтому тоже особо вот здесь не ждем но если что-то будет важно и однозначно телеграм-канал куда публикуем там не только новости но еще и мои комментарии о том как это все дело может отреагировать на рынок важный момент это решение по процентной ставки в англии 14 часов по московскому времени состоится все мероприятия отмечу что процентную ставку менять они скорее всего не будут потому что нету к этому никаких предпосылок здесь основной вопрос эта программа количество смягчения 895 не миллиардов фунтов вот такими темпами они проводят программ количество смягчения и как мы видим все повышает и повышает и повышает а процентную ставку все понижают и понижает и понижает вот вам пожалуйста в иллюстрациях мягкая кредитно-денежная политика правда в прогнозах ничего нету мы не ждем ни очередного увеличения программка и смягчения не изменение процентных ставок единственно что здесь хочется прокомментировать это скажем так рост инфляции в англии он все-таки происходит хотя и далеко не такими темпами как например сша и 2 на что стоит обратить внимание это то что у них там тоже развивается очередная волна коронавируса что заставляет борису джонсон откладывать скажу так сроки снятия ограничений и это не есть хорошо для фунта и так далее так далее кстати об этом небольшой пост был в моем телеграм канале посвященный именно форексу так что не так уж там все позитивно как это оценит банк ангеле и вообще он будет ли об этом говорить или нет вот затем внимательно мы с вами последим это основная интрига в 15-30 ввп из сша за первый квартал все еще но это уже данные уточненные то есть ввп квартальные публикуются везде первичные уточненные и пересмотренные это прошу прощения даже не уточню это пересмотренные то есть его же три раза считает этот ввп за первый квартал тут уже интереснее подождать месяц потому что мы уже будем сами узнавать данные по ввп за второй квартал но эти публикации так себе запасы природного газа это что касается натурального газа microsoft будет презентовать новую операционную систему windows 11 на ю тубе уже полно видеороликов о том как она выглядит как и там устанавливают в общем просочилась просочилась windows наверное окно плохо было закрыто ну и look oil когда вообще собрание акционеров где будут обсуждать принятие дивидендов в 213 рублей и что-то не подсказывает что это решение будет принято положительно 25 июня прямой фирм очередная прямая трансляция о том же где мы сами обсуждаем события которые случаются на рынке на около рынке это тоже событие но это тоже трансляция без конкретного сценария и вы тоже можете задавать конкретные вопросы причем и в аудио формате и текстом через чат очень такой вот интерактив чик течение течение 60 минут 9 30 по московскому времени ну и тоже подписывайтесь на телеграм-канал там есть анонсы на все эти мероприятия из каких-то запланированных событий но только общее количество буровых установок в 20 часов московского времени будет опубликовано здесь не столько будет реакция на нет сколько вот просто посмотреть что из себя представляет эта динамика обратите внимание да то есть мы скажем так до ковидов было около 700 сейчас мы приближаемся к 400 буровых установок это сша то есть восстановление скажем так очень даже небольшое при всем при этом темпа восстановления темпа добычи нефти в сша выглядит намного намного лучше то есть в тот момент когда было 700 буровых установок они добывали 13 миллионов баррелей в день что достаточно много и они были лидеры на этом рынке сейчас они добывают 11 миллионов баррелей день но там плюс-минус при том что восстановились далеко не все на буровые скважины вот такая интересная в этом плане математикам ну а что-то другое да нет газпром года общее собрание акционеров тоже сокликабельно можете посмотреть что он себя представляет ну и так нефти тоже будут приниматься решения на годовом собрании акционеров о принятии дивидендов 12 рублей 30 копеек но вот таким образом выглядит неделя очень быстро мы с вами разобрали потому что по большому счету каких-то важных новостей нету все лет вступает в низковолатильную фазу конечно могут быть новости связанные там с сша россия сша китай там какой-то черной пакет поддержки но в целом как вы видите все уже скажем так начинает спускаться на тормозах на этом все спасибо за внимание не забывайте про лайк несколько слов комментарии пока